МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Им еще долго придется проветривать свои квартиры. Коммунальный фонтан, который буквально накрыл барнаульскую многоэтажку, оказался мощной струей нечистот. Утверждение нового генерального плана Бурнаула вышло на финишную прямую, почему, по сути, сырой документ все же решено принять. Предприниматель из Бурнаула пострадал от рук мошенников. Как не стать жертвой и сохранить свои деньги? Специалисты приступили к дезинфекции многоквартирного барнаульского дома, в который попал фекальный фонтан. На протяжении суток жители пытаются отмыть свои квартиры и подсчитывают ущерб. В квартирах до сих пор стоит жуткий запах. Кто будет восстанавливать испорченные мебель, технику и разбитые стекла, расскажет Ирина Корчагина. Одна лишь фатальная ошибка подрядчика, и вот уже два дня коммунальщики устраняют последствия фекального фонтана, который достиг высоты шестого этажа. Причина – повреждение коллектора. Сегодня коммунальщики приступили к замене грунта, дезинфекции здания и всех квартир, в которые попала роковая струя. Коммунальщики сейчас на наших глазах все еще убирают землю в перемешку с, простите, фекалиями. Не хочется даже представлять, что сейчас творится в залитых квартирах этого дома, потому что вот даже здесь мы сейчас стоим, и до сих пор остается такой неприятный специфический запах. Облито было все. 15 сантиметров вода вот здесь вот стояла. То есть я сегодня вот уже начала убирать, потому что невозможный запах. А вот вы говорите 15 сантиметров воды, но это же была не вода, это 15 сантиметров фекалий. Это вот, это моча, вода, я не знаю, там плюс вот это вот все, песок. Полностью была вот так вот лужа туда под мебелью. Это стояло у стены, то есть она уже все, то есть ей пришел конец, его можно выбросить. В момент аварии Наталья и не была дома. Неприятный сюрприз ждал абсолютно везде, на стеклах, ламинате, на мебели. Отмыть женщина такой подарок не может до сих пор. Никто, даже не предложили помощи. То есть конец рабочего дня, всем хотелось домой, наверное. В квартире стоит невыносимый запах, который еще не скоро выветрится. У соседей похожая картина. Выбило стекла, пострадала мебель, техника. Всего серьезно пострадало пять квартир. А там, куда оно не долетело, очень пахнет. Все расходы на себя берет подрядчик. По словам директора компании, сейчас подсчитывают ущербы. В ближайшие дни начнут устанавливать стекла. В понедельник мы однозначно, может быть даже в субботу, поставим новые стекла. Ну и то, что касается, я имею в виду, там материалы какие-то были у кого-то замоченные и так далее. Мы эти все вопросы решаем. Когда возместят весь ущерб от порыва, жителям не говорят. Люди жалуются, что в таких квартирах им теперь морально тяжело находиться. Поэтому те, к кому прилетел фекальный фонтан, уже собираются подавать в суд. Ирина Корщегина, Андрей Печоркин. День с толком. Ну а прямо сейчас о Барнаульских дорогах. Еще на четырех объектах, которые в этом году попали в национальный проект, завершился ремонт. Сегодня Сергей Дугин оценил проделанную работу. Играют по-крупному. В этом году дорожники разошлись не на шутку. Только сегодня чиновники во главе с Сергеем Дугиным принимали улицу Шукшина, Ленинградскую, Антона Петрова. Вот, наконец, открыт один из главных объектов этого дорожно-строительного сезона. Проспект Социалистический. Здесь, как говорят чиновники, к работам подошли максимально комплексно. Положили новый асфальт, плитку на тротуары, бордюры, даже посеяли газон. В общей сложности в дорогу, тротуары и землю здесь ушло 39 миллионов рублей. На все вышеназванные участки в Копе ушло 77 миллионов. То есть, социалистический здесь самый затратный. Ну и качество материалов, говорят, соответствует. Уложили выравнивающий слой и уложили слой шма. Это, так скажем, надежный вид асфальтобетона, который прослужит долгое время на проезжей части. Здесь интенсивность очень большая. Ну, я думаю, 15 лет его прослужит. При этом гарантия на асфальт, как и на тротуар, 5 лет. То есть, в ближайшую пятилетку здесь будет, как говорят в администрации, красиво. Только этого мало. Дорога сделана красивая. Пешеход, зона красивая. Что еще осталось здесь делать? Ну, можно много заниматься какими-то вопросами и зданиями, и... Ну, как тот говорит, теплее, теплее. Я бы хотел, но это не твоя зона, но сейчас у нас задача привести в соответствие фасады. Время фасадов еще наступит, а вот в своей сфере дорожники вроде приближаются к финишной черте. Мы на сегодняшний день находимся на такой стадии за экватором, скажем так. То есть, у нас 11 объектов мы уже завершили. На 12 сейчас работы ведутся. 8 уже закончены и как раз готовятся к эксплуатации, к сдаче. На 2 еще предстоит нам зайти. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» протяженность качественного покрытия должна будет увеличиться почти на 7%. В ближайшее время дорожники переберутся на другие участки. В частности, планируют отремонтировать улицу Короленко, Гоголя, Пролетарскую и Геблера. Андрей Дреер. День с толком. А уже до конца месяца у Барнаула может появиться новый генеральный план развития. Его не зря многие называют многострадальным документом. Разработка заняла несколько лет. Накануне финального обсуждения в городской думе за круглым столом встретились политики, общественники, чтобы еще раз понять, стоит ли отправлять документ на дополнительную доработку. К какому решению они пришли, знает Илья Кочетков. Ему слово. Хватит обсуждать, пора принимать. Генплан. Таков лейтмотив сегодняшнего заседания с участием чиновников, политиков, общественников. Практически все выступающие в один голос говорили о том, что если в ближайшее время этот важнейший для города документ не будет принят, то под вопросом окажется реализация многих и многих перспективных проектов в нашем городе. По поручению правительства и в соответствии с указами президента нам до 2024 года нужно ни много ни мало ввести в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров жилья на территории города. Существующий генеральный план ввести такие объемы жилья не представляется возможным. Также отметили, что под ударом оказывается и реализация многих национальных проектов. Планы, конечно, амбициозные. Там действительно стоит задача и по народу, населению, и по развитию экономики. И поэтому вот тот генеральный план, он в принципе не позволяет по многим аспектам прийти к 2024 году к этим показателям. Не обошлось и без выступлений общественников. Известный общественник Виктор Рао напомнил о том, что на этот раз отменили общественные слушания по генплану. Он сильно раскритиковал это решение. Между тем, собравшиеся отметили, что даже вот в таком урезанном, скажем так, в виде общественных обсуждений, какое реализовывалось на этот раз, более 300 предложений поступило от горожан. Практически все при этом заявляли, что нынешний генплан, который предполагается принять, конечно, не идеален, в нем есть что дорабатывать. В частности, неспроста даже общественность многократно указывала на странности того, что касается зеленых зон, зеленых насаждений, вообще экологических, например, вопросов, вопрос размещения полигона ТБО и так далее, и так далее. Что эти проблемы есть, собравшиеся принимают, но предлагают обсуждать их, более адресно дорабатывать уже после принятия основного документа. Как высказался один из выступающих, генпланы – это не приговор, это стратегия. По сути, сегодня одно из последних и, возможно, решающих обсуждений этого документа. Ожидается, что проект генплана рассмотрят и, возможно, примут на ближайшем заседании Барнаульской городской думы, которая пройдет уже в конце августа. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас другая тема. Предприниматель из Барнаула пострадал от рук мошенников. С его счета в банке списали более 700 тысяч рублей. При этом банк помогать в решении проблемы отказался. Более того, закрыл счет пострадавшего и удержал остатки денег. Подробнее о проблеме Полина Жданова. Алексей не сразу обнаружил пропажу большой суммы со своего рабочего счета. Злоумышленник взломал и украл сначала онлайн-страницу в банке, а потом и деньги – 750 тысяч рублей. Он перевел три платежки в разные организации. Уведомления о списании средств даже не пришли. Из этих трех платежей по 250 тысяч, один из них удалось им заблокировать, потому что злоумышленник отправил на счет того же Совкомбанка. И они так быстро спохватились, они его там успели 250 тысяч заблокировать. Но нам они не вернулись. По непонятным для Алексея причинам, банк после инцидента резко перестал идти на контакт и посоветовал открыть счет в другой организации. Онлайн-аккаунт предпринимателя заблокировали и сообщили, что теперь будут общаться только через полицию. Центробанки нам пояснили, что если часть денег успели удержать, то их обязаны вернуть. Следовательно, обслуживающий Алексея банк допускает ряд нарушений. Банк обязан в банк-получатель направить сообщение о том, что произошла спорная операция. И банк-получатель, если он не успел до этого момента перечислить деньги конкретно на счет получателя, он должен остановить перечисление и запросить у получателя какие-либо документы, подтверждающие, что эти деньги действительно ему предназначаются. Эта ситуация – пример утечки персональных данных. Чтобы найти виновника, юридическому лицу нужно обращаться в полицию. Кража средств в совокупности с халатностью сотрудников банка – уголовно наказуемое преступление, но эту самую халатность еще нужно доказать. Для этого нужно знать, что банк не имеет права проводить любой перевод или услугу без паспорта. Предприниматель же должен оформлять страховки, а также максимально усложнить процедуру перевода средств. Это можно сделать, если за переводы отвечают несколько человек. Многие банки предусматривают отправление банковских платежей и распоряжений по банковскому счету, сопряженное с подписью не только руководителя или индивидуального предпринимателя, но и его главного бухгалтера. То есть должно в платежном поручении или в ином распоряжении стоять две подписи, допустим. То есть какие-то дополнительные способы верификации, которые будут затруднять злоумышленнику возможность воспользоваться денежными средствами. В подобных ситуациях банк и предприниматель на равном положении обоим нужно доказать правоту. Это можно сделать только в суде. И даже если у вас есть все доказательства нарушений, нет гарантии выигрыша. Поэтому, выбирая банк для бизнеса, лучше проверить отзывы и использовать несколько способов защиты персональных данных. Полина Жданова, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. День с толком. Крупнейшего алтайского производителя детской молочной продукции Модест, возможно, ожидает приватизация. Эту тему чиновники начали обсуждать еще весной. По мнению экспертов, если Модест перейдет в частные руки, предприятие получит второе дыхание и возможность развиваться. Как работает производство сейчас, расскажет Ирина Корчагина. 15 тонн молока. Ежедневно такой объем перерабатывается в этих цехах. Вся продукция из молока первого сорта. Под маркой Модест выпускают йогурты, бифилин, сливки, морсы, творог и не только. Все это поставляется в детские сады и школы края. Но даже такой компании трудно конкурировать с крупными федеральными производителями детской молочной продукции. Нелегко и вести переговоры с торговыми сетями. Трудно удовлетворить потребности торговых сетей. Это касаемо каких-то премий, бонусов. Это активное участие в маркетинговых мероприятиях, промо-акциях, участие в каталогах. На все это необходимы, конечно, какие-то инвестиции денежные, средства, которые позволят успешно это все делать. Часть проблем могла бы решить приватизация, которая, возможно, коснется Модест. По словам директора предприятия, она позволит постоянно вкладывать средства в новое оборудование, в новую упаковку, расширять ассортимент продукции и само производство. У нас одна проблема цепляется за другую, та за третью, та за четвертую. Каждая проблема, к сожалению, не 10 тысяч рублей стоит. Многие проблемы исчисляются в евро десятками, сотнями тысяч. Но, тем не менее, в будущем, для того, чтобы этот продукт дальше действительно дал какие-то плоды, нужно несколько лет вкладывать в него. Если все же Модест перейдет в частные руки, предприятие укрепит свои позиции на рынке. И, конечно, здесь обещают и дальше держать планку качества продукции, которую за 27 лет полюбили тысячи жителей края. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. А на что обращают внимание жители Бурнавула при выборе молочной продукции? Мы решили выяснить сегодня вот несколько мнений. Расскажите, на что обращаете внимание при покупке молочных продуктов для детей? Ну, во-первых, естественность, сроки годности, натуральность. И, естественно, то, что предпочитают дети. На качество продукции, потому что сейчас все говорят об этом пальбом масле. Но я даже не люблю ничего, и раньше я не ела. Я не люблю ни спреды, ничего, и детей бы я кормить не стала. Я всегда беру натуральное масло. А обращаете ли внимание на то, частная компания или государственная при покупке молочных продуктов? Государственная, там более по ГОСТу все. И частная. Почему? Ну, потому что в частном более вероятность попасть на хороший товар. А что важнее, цена или качество? Качество, конечно. То есть лучше дороже? Ну, пусть подороже, если деньги есть, сейчас не считается. У кого деньги есть, берут. А если у кого нет, то, конечно, они там уже выбирают. И каких производителей берете чаще всего? Ну, Модест. Ну, а сейчас мы уже маленько подросли, поэтому... А вообще Модест, да. Выросли на Модест. Беру фрукта, няня, Модест. Ну, Модест это местное производство. Агуша. Ну, то есть в основном мы пока еще только такое едим. Через несколько секунд и погоде спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбуке. Там не только новости, но и розыгрыши с призами. И жизнь нашей редакции насыщенная и забавная. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.